добрый день дорогие коллеги с вами александр куртеев мы продолжаем наш курс посвященный шаблонам джумла в этом уроке мы рассмотрим внешний вид модулей и еще раз поговорим о позициях модулей и так приступаем к уроку и сперва коротко о том что же такое модули модули это определенные блоки на нашем сайте которые выводят как правило дополнительную информацию если коротко то наш сайт разбит на две основные части это основная область которой выводится содержимое компонента например в данном случае выведена содержимое компонента под названием контент он контент то есть выведен материал или список материалов может быть выведена содержимое интернет-магазина или любого другого компонента который установлен на нашем сайте и в определенных позициях у нас выведены модули например модуль авторизации меню последние материалы может быть выведена какая-нибудь картинка счетчик статистики какой-нибудь материал или часть материала может быть выведен список комментариев теги и тому подобное так вот для того чтобы наш сайт выглядел красиво для того чтобы пользователи могли акцентировать внимание на определенных модулях разработчики разрабатывают дополнительное оформление и так перейдем на демо сайт от компании это фьючерс и пункт меню модули variations разработчики разрабатывать дополнительное оформление определенные стиле которые каждый пользователь может назначить любому модулю например по умолчанию у нас у модуля если мы посмотрим используется вот такой стиль можем задать например сделать наши модули черными можно с такой рамкой сделать можем сделать вот такое меню можем выделить только заголовок можем сделать пунктирную линию дополнительно назначить еще иконки или назначить определенные так сказать бейджи или стикеры все это позволяет расставить акценты на сайте давайте посмотрим как мы можем изменить внешний вид нашего модуля и так около каждого внешнего вида как правило написан модуле класс суффикс и выделен суффикс который мы должны скопировать и назначить нашим модулем и итак перейдем в расширение менеджер модулей я отфильтровал форму авторизации и нас интересуют параметры под названием суффикс класса модуля перейдем во вторую вкладку настройки дополнительные параметры и поставим суффикс класса модуля ставил black нажимаем сохранить обновляем наш сайт и смотрим как изменилась изменился внешний вид формы авторизации далее что можем еще сделать например можем добавить иконку для авторизации то есть ставил здесь у нас ставил дотит то есть у нас будет пунктирная линия и дополнительно прописывается стиль для того чтобы появилась иконка слева от надписи мы скопируем только стиле иконки идем также во вторую вкладку и к нашему стилю через пробел добавим айкон логин нажимаем сохранить и у нас добавилась иконка отлично что можем сделать еще например добавить беджи скопируем бедж ход и добавим его к последним материалам или например лучше не ход чтобы было более правильно бедж не ю можем назначить ставил inset беджи нею совместим то есть мы можем сами совмещать оформление модуля например это в нашем случае это рамка и заголовок и добавлять дополнительно иконки или бейджи и так ставил inset запоминаем закроем найдем модуль latest latest article перейдем в настройки дополнительные параметры пишем пишем style inset бейджи ию сохраняем обновляем отлично вот так можем назначать внешний вид для наших модулей далее смотрим здесь у нас выделено красиво меню есть вот такое еще меню названием аккордеон а это опция которая есть вот только у данного шаблона то есть у других шаблонов у шаблонов от других компаний не обязательно что будет именно такое меню и и что оно будет в настройках как сделать такое меню давайте для начала мы оформим модуль таким же цветом для этого копируем суффикс класса модуля style header то есть style header у нас появляется вот такой внешний вид прямоугольники закругленными краями и если добавим color color у нас будет цвет под тему нашего шаблона то есть на демо шаблоне это синий цвет на нашем шаблоне если мы посмотрим то вероятно все будет оранжевый итак найдем наше меню это было юзер меню поставим суффикс класса модуля style header color color сохраняем смотрим отлично но аккордеон у нас не появился для того чтобы появился аккордеон нам нужно добавить вложенные пункты меню давайте это сделаем сейчас подробно про то как создаются пункты меню я рассказывать не буду об этом это базовое знание которое я расскажу в дополнительном курсе сразу проделаем итак идем в меню юзер меню создадим пункт например добавить материал тип пункта меню в данном случае для того чтобы мы не могли перейти по url мы сделаем разделитель то есть без ссылки и настраивать здесь ничего не нужно просто нажимаем сохранить и закрыть так не сохранилось сохраним еще раз и сейчас сделаем пункты submit article и submit every blink вложенными добавить материал для этого перейдем данные пункты меню выберем родительский элемент добавить материал тем самым мы сделали пункт меню вложенным и submit every blink также сделаем вложенным пункт добавить материал нажимаем сохранить и закрыть если мы сейчас обновим то посмотрим что у нас ничего не изменилось для того чтобы изменилось нам нужно в модуле разрешить вывод дополнительных пунктов меню я мог это заранее сделать то есть я знал что будет так но так как вы будете это повторять знайте что у вас изначально в модуле не стоит вывести выводить дополнительные пункты меню вот здесь у нас есть галочка показывать под пункты ставим да нажимаем сохранить и закрыть сейчас обновляем и у нас появился аккордеон и так мы с вами рассмотрели оформление модулей от компании UTEM сейчас перейдем к рассмотрению модулей от компании шаблонах от компании rocket tem здесь у нас выбор оформления чуть богаче и также можем комбинировать оформление в компании rocket tem в шаблонах у нас есть подразделение можем отдельно оформить заголовок можем оформить бокс можем добавить также иконку ну и различные заголовки можем выделить по-разному плюс есть дополнительные суффиксы которые позволяют форматировать текст внутри модуля итак давайте начнем по порядку оформим например сделаем вот бокс 1 с заголовком title title 3 скопируем здесь уже есть написанный вариант бокс 1 title 3 у нас должен быть вот такой заголовок белый заголовок в зеленом боксе перейдем на наш сайт идем в менеджер модулей например форма авторизации вставим оформление сохраняем и обновляем отлично внешний вид изменился далее можем добавить например еще иконку звезды через пробел добавляем icon star сохраняем добавилась звезда супер дальше оформим модуль с меню под названием топ например добавим вот такой заголовок с таким оформлением заголовка title 2 rt title arrow просто скопируем нажимаем сохранить и закрыть мы у формы авторизации и ищем меню с названием топ и так суффикс класса модуля вставляем обновляем внешний вид изменился модуля отлично таким образом вы можете назначать оформление для любого вашего модуля и можете комбинировать так как вам нравится и давайте рассмотрим дополнительные суффиксы для шаблонов от компании rocket theme здесь внизу у нас есть список и что мы можем сделать с оформлением внутри модуля итак если добавим суффикс rt центр мы сможем центрировать весь текст то есть выровнять его по центру внутри модуля в самом модуле но скажем так разработчик уже позаботился можем сделать все буквы в модуле заглавными можем сделать все прописными можем убрать отступы но margin top отступы от верхней границы от справа снизу слева или убрать или убрать в целом все отступы данного модуля для того чтобы он чтобы он примыкал скажем так вплотную к другим модулям можем убрать внутренние внутренние отступы внутри модуля а также можем их сделать меньше или больше давайте сейчас сделаем все буквы в модуле заглавными просто скопируем суффикс класса модуля под названием rt uppercase перейдем в наш модуль например модуль авторизации и сделаем в нем все буквы заглавными и через пробел добавляем суффикс rt uppercase обновляем наш сайт и видим что текст изменился и все буквы стали заглавными отлично итак суффиксы классов модулей от компании rocket тем мы рассмотрели перейдем к компании time expert зайдем на сайт на демо сайт и выберем модули variations здесь у нас есть также различное оформление для модулей и вот точно таким же образом используем единственное скажу что по шаблону под названием expose данные суффиксы модулей почему-то не работают то есть box alert box info box access box error почему не знаю нужно посмотреть в код шаблона но модули под названием box 1 box 2 box 3 box 4 работают отлично поэтому если вы используете данные шаблоны то назначаем вот такие классы как сделать табы и аккордеон это в настройках шаблонов посмотрите предыдущий урок я там рассказывал итак назначим класс box 1 просто посмотрим удостоверимся то что он работает перейдем в менеджер модулей например меню блок ролл так вставляем box 1 сохраняем обновляем отлично оформление изменилось итак мы с вами рассмотрели суффикс классов модулей то есть внешнее оформление модулей и еще коротко хочу добавить о позициях модулей для того чтобы мы могли размещать модули в любом месте нашего сайта разработчики задают в шаблоне определенные места куда эти модули можно вставлять эти места называются позициями позиции модулей мы можем посмотреть на демо сайте каждого шаблона пункт называется модули position как правило данных позиций большое количество и их количество удовлетворит любого самого искушенного пользователя когда я начинал работать с jumla 1.0 тогда одним из важных критериев выбора шаблона было наличие определенных позиций то есть их количество было тогда ограничено и тогда уже в первую очередь я тогда выбирал шаблон по необходимому расположению позиций для модулей и потом уже смотрел только на оформление и на остальные характеристики сейчас ситуация в корне изменилась каждый разработчик нам предлагает неограниченное количество позиций для модулей можем модули разместить в любом месте неограниченное количество рядов и проблем с этим не возникает как следствие мы можем размещать наши модули в любой позиции например хедер а хедер b хедер c кстати как правило все позиции у разработчиков шаблонов называются одинаково то есть у нас есть main body куда вводится компонент есть позиция sidebar это колонки левая или правая зависит от настроек то есть как выберете в шаблоне есть контент top там main bottom то есть если мы посмотрим по названиям то примерно они одинаковые bottom, main bottom, footer, copyright то есть смысловые блоки хедер, top, roof так посмотрим у компании tab utem top a, top b, inner top то есть примерно по смыслу они схожи для того чтобы назначить определенную позицию мы переходим в менеджер модулей выбираем модуль и просто меняем позицию то есть здесь все все довольно просто единственное когда мы нажимаем на список чтобы развернулись позиции у нас вводятся позиции всех шаблонов которые сейчас присутствуют на сайте поэтому мы ищем наш шаблон в частности ювенча и выбираем позицию то есть не от другого шаблона там не от protostar не от bis3 а именно от шаблона ювенча если вы конечно хотите вывести модуль именно в данном шаблоне для того чтобы проще можно было найти позицию модуля мы пишем например топ и у нас уже список сокращается выберем например позицию топ а нажимаем сохранить обновляем и наше меню переместилось в другую позицию таким образом мы можем быстро менять расположение модулей в нашем шаблоне итак позиции для модуля рассмотрели оформление рассмотрели на этом наш урок закончен встретимся в следующем уроке итак 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 итак